Вы с замиранием включаете новый телефон. Но, похоже, случился сбой, и дата на устройстве поменялась на 31 декабря 1969 года. Странный выбор. Неужели во всей истории нет дат поинтереснее? Впрочем, этот день имеет большое значение для Кена Томпсона и Денниса Ричи. В 69 году эти два человека внесли огромный вклад в мир информационных технологий. Они работали в Bell Labs и создали то, что сейчас известно как открытая разработка. Итак, они подарили миру Unix, одну из оригинальных операционных систем или ОС. Во всех устройствах есть операционная система, которая управляет основными функциями. Она есть в телефонах, планшетах или компьютерах, чтобы вы могли смотреть это видео. Некоторые операционные системы превосходят другие, но Unix была совершенно другого уровня. Многие пытались скопировать то, что могла делать Unix, но не смогли. Группа пользователей и ассоциация объединилась и создала множество других продуктов на базе Unix. Многие из них используются и сегодня, но самая успешная из них — это Linux. Это операционная система не для обычного пользователя, который может просто щелкать по вкладкам и ждать, что все встанет на свои места. Нужно знать много кодов и команд, чтобы устанавливать программное обеспечение, которое работало бы. Плюс в том, что эту ОС можно персонализировать, настроить так, чтобы она работала, как вам нужно. Правда, при этом вам придется разбираться в куче букв, цифр и символов. Если вы пользователь Windows, то перейти на Linux вам будет непросто. У Linux нет единой версии, она развивается за счет интеграции с установленным программным обеспечением, чтобы в результате образовать простую в использовании единую систему. Для многих функции специальные программы нужно устанавливать вручную. Чтобы записать образ системы на USB-накопитель, сначала нужно найти подходящее программное обеспечение с открытым исходным кодом. Но не переживайте, не все так страшно, ведь некоторые дистрибутивы Linux поставляются с браузерами Firefox и Google Chrome. Навигация по устройству Linux имеет и некоторые узнаваемые элементы, такие как обычный рабочий стол с меню приложений, панелью задачи, окном, в котором отображаются уведомления. Но если вы технический специалист и вас не устраивает рабочий стол по умолчанию, то его можно настроить самому и установить один из вариантов при условии, что у вас есть место для хранения и стороннее программное обеспечение. Но давайте сосредоточимся на хорошем и разберемся, как Unix проложила путь для технических фанатов и профессионалов, внеся свой вклад в облачные вычисления, кибербезопасность и множество других областей, связанных с технологиями. Операционную систему Unix можно найти в таких отраслях, как фармацевтика, банковское дело, телекоммуникации, государственное управление и здравоохранение. Ее основатели решили сбить всех с толку и оставили интересную пасхалку в виде конкретной даты – 31 декабря 1969 года. В те времена компьютеры не были обычным явлением. Они начали появляться в домах только в 90-х, и на них можно было просматривать примитивную сеть. Настоящее рождение интернета началось в 90-х, хотя он существовал задолго до этого. Все началось в 1969 году, когда все заговорили про некую сеть под названием Arpanet. Она соединяла несколько университетских компьютеров, предоставляющих доступ к своим академическим файлам, и представляла собой начальные базовые функции, аналогичные сегодняшнему интернету. Это была так называемая пиринговая сеть. Затем к ней присоединилось еще больше университетов, и название изменили на «интернет». Теперь сеть представляла собой большое количество сетевых систем, обменивающихся между собой данными. Интернету нужна сеть общего доступа, чтобы работать без присутствия людей. Если какие-то серверы выйдут из строя в Австралии, это не повлияет на ваш домашний интернет. Если вы находитесь в России, вы лишь можете почувствовать изменения в работе с определенными веб-сайтами, но не более. Много информации хранится в центрах обработки данных по всему миру. Они содержат такой контент, как видеомузыку и веб-страницы. Некоторые спутники вращаются вокруг Земли, принимают эту информацию и передают ее на используемые нами устройства. Но настоящая причина, по которой мы можем подключаться к интернету, находится на дне океана. Именно там, от континента к континенту, тянутся кабели, соединяя серверные дома с интернет-провайдерами по всему миру. Эти кабели настолько толстые, что их не может разрушить ни давление на глубине, ни что-то другое. Они простираются на сотни тысяч километров. Многие компании вложили значительные средства в эти сети подводных магистралей, которые держат мир в курсе всего. Интернет также использует спутники, но они работают медленнее, чем связь по кабелю. Кроме того, они могут выходить из строя и работать не на оптимальном уровне. Еще в 90-х, когда смартфоны были научной фантастикой, а экраны мониторов занимали половину рабочего стола, Wi-Fi в том виде, в каком мы его знаем сегодня, не существовал. Коммутируемый доступ был единственным способом зайти в интернет. Помните тот классный звук подключения из матрицы? Да, тогда это был звук интернета. Загрузка веб-страниц занимала целую вечность. Веб-сайты в наши дни имеют настройки, которые делают их уникальными. А тогда мы мало что могли сделать. Сайты были простыми и порой весьма забавными. Но это была технология, которой могли пользоваться все. Мир стал свидетелем взрыва индустрии доткомов в начале 2000-х, что привело к тому, что тысячи компаний потеряли много денег и потерпели финансовый крах. Краткий урок истории. Пузырь доткомов образовался, когда люди обнаружили, что всемирная паутина может стать новым местом для ведения бизнеса и что там можно делать практически все, что угодно. Как только компании увидели эту золотую жилу, они начали инвестировать в веб-сайты, у которых не было эффективных бизнес-моделей. И хотя название сайтов заканчивалось на точка ком, что указывало на их коммерческую суть, на самом деле это никак не отражало реального положения дел. Поэтому как только рынок оказался перенасыщен, а акции компаний выросли, инвесторы захотели, чтобы вложенные ими деньги вернулись с прибылью. Но наличие веб-сайта и забавной страницы с точка ком на конце доменного имени не означало выгоду. В итоге все инвесторы потеряли свои деньги и остались ни с чем. Некоторым компаниям удалось устоять. Например, Yahoo, Amazon и Google. Теперь каждая компания – лидер в определенной области. Ну, пожалуй, кроме Yahoo. Google появился в конце 90-х, и сейчас это самая популярная поисковая система в мире. В современном мире для поиска информации даже появилось слово «гуглить». Google создала собственную экосистему, чтобы обеспечить пользователям максимальный доступ к интернету. Их поисковая система настолько популярна, что там можно найти почти все, что угодно. Теперь есть даже Gmail – основа для всего, связанного с Google. Учетная запись YouTube также связана с учетной записью Google. Кроме того, можно создавать резервные копии данных на Google диске. Была даже создана среда Microsoft Office с документами, таблицами и слайдами, которые можно редактировать в режиме реального времени и делиться с друзьями или коллегами. В 90-х, когда мы только объединились с миром, большим, чем мы сами, никто и представить себе такого не мог. И ничего бы этого не было, если бы не Unix. Техническая дата выхода Unix была назначена на 3 ноября 1971 года, но разработчики решили использовать 31 декабря 1969 года в качестве начала эпохи, которая стала рождением экосистемы Unix. Итак, если сбросить временную метку системы Unix на ноль, она покажет вам 1 января 1970 года, а 31 декабря на самом деле ничего не произошло. Никто не знает, было ли это просто ошибкой или чем-то, что было сделано намеренно. И хотя мы ориентируемся на 1 января 1970 года, если взять во внимание разницу в часовых поясах, вполне можно получить день до нового года. Главное, без паники! Это не испортит ваше устройство, и вам не нужно требовать возврат денег. Просто настройте сегодняшнюю дату, и у вас будет исправно работающее устройство, которое является частью истории создания технологической отрасли в том виде, в каком мы ее знаем сегодня.